Плюсик, насколько хорошо нас слышно. Там от 1 до 10. Плюсик есть. Напишите, пожалуйста, как со звуком. Мы сегодня другой микрофон используем в первый раз. Надеюсь, что все отлично. Ну ладно, потом прочту ваши комментарии. Давайте не будем, как говорится, затягивать вступление. Меня зовут Павел. Я являюсь руководителем направления рекламы и связи с общественностью компании Solar Group. Сегодня я для вас проведу презентацию инвестиционного проекта двигателя Дуинова. Так что, если вы еще не знаете о том, что это за инвестиционный проект, или у вас есть друзья, коллеги, знакомые, которым интересны инновации, новые технологии, ну и, конечно же, интересует вопрос, как можно и как возможно вообще сегодня на этом зарабатывать, не имея большого капитала или каких-то вот тех самых инновационных разработок, но при этом можно быть частью таких больших инновационных проектов. Сегодня мы проведем презентацию одного из таких проектов, как я уже сказал, называется он «Двигатели Дуинова». И после самой презентации, которая займет примерно 30-40 минут, у вас будет возможность получить ответы на все ваши вопросы. Вопросы уже сейчас вы можете писать в чат. Я обязательно ко всем вопросам вернусь. Все вопросы, связанные с проектом двигателя Дуинова, можете туда задавать. Ну и, в общем-то, ставьте лайки, как говорится, делайте репосты, распространяйте это видео, чтобы все большее количество участников узнавало о нашем проекте. Ну, давайте же определимся уже наконец, что же такое проект «Двигатели Дуинова», про который я уже сказал. Проект «Двигатели Дуинова» — это проект по продвижению технологий совмещенных обмоток «Славянка» на мировом рынке. Технология совмещенных обмоток «Славянка» сегодня позволяет нашему отечественному инженеру-разработчику Дмитру Александровичу Дуйнову проектировать электродвигатели нового поколения, которые применяются в огромном количестве самых разных направлений, от электротранспорта до промышленности, сельского хозяйства и не только. Конечно, чтобы сделать из этого по-настоящему крупный бизнес, необходимый предприятие, в рамках которого такая работа станет возможна именно в виде такого постоянного деятельности, когда будет необходимое оборудование, количество сотрудников, чтобы можно было проектировать самые разные электродвигатели для самых разных клиентов, соответственно, зарабатывая на этом деньги. Именно поэтому в рамках нашего проекта для коммерциализации той самой технологии сегодня, как одна из главных задач, стоит строительство такого предприятия, инновационного центра «Соввелмаш», в рамках которого команда Дмитрия Александровича сможет проектировать самые разные двигатели для самых разных клиентов. Самое интересное, для чего мы проводим этот вебинар? Конечно, каждый из вас может присоединиться к этому проекту, к этой технологии и стать совладельцем того предприятия, которое мы сейчас уже по факту начинаем строить. Мы на днях буквально получили разрешение на строительство, эту тему обязательно еще обсудим, важнейшее такое знаковое событие в нашем проекте. Ну и можете вы принять в этом участие, но по той причине, что проект привлекает деньги для реализации вот этой бизнес-идеи с помощью краудинвестинга, народного финансирования. Каждый из вас может проинвестировать в становление этого бизнеса и получить часть, кусочек этого предприятия. В общем-то, давайте обо всем по порядку. Сначала я расскажу о том, что же из себя эта технология представляет, где она кем протестирована, ну и как она применяет уже сегодня на практике. В общем-то, электродвигатели сами по себе известны уже очень давно, и вы каждый день с ними сталкиваетесь. Благодаря электродвигателю мы имеем все те блага, которые нас окружают, благодаря им наша цивилизация идет вперед. И нам нужно сегодня знать, что 80% всех электродвигателей в мире – это асинхронные электродвигатели. Асинхронные электродвигатели не такие популярные, потому что это наиболее простая, надежная и доступная электрическая машина, которая применяется в самых разных направлениях, то есть она такая достаточно универсальная. И только 10 тысяч разновидностей видов вообще электродвигателей асинхронных существует, которые применяются еще раз и в электротранспорте, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в авиационной отрасли. Дело в том, что если мы возьмем классический асинхронный двигатель, мы увидим, что там есть так называемая обмотка, которая преимущественно выполняется измерной проволоки, и выполняется она двумя классическими методами. Это либо метод звезды, либо метод треугольника. Тут как раз-таки кроется та самая инновация, которую совершила команда Дмитрия Александровича Дуинова, нашего российского инженера-разработчика. Дело в том, что Дмитрию Александровичу удалось в одном электродвигателе совместить сразу обе обмотки, и звезду, и треугольник. Получилась так называемая совмещенная обмотка «Славянка», которая выделила двигатели Дуинова среди всех тех аналогов, которые производятся другими компаниями. Давайте посмотрим, какие же преимущества получает электродвигатель совмещенными обмотками. В первую очередь, конечно же, это экономия электроэнергии. Дело в том, что такие электродвигатели экономят до 40% электроэнергии, что очень и очень ощутимо. Второе, это снижение себестоимости. Электродвигатели совмещенными обмотками используют на 30% меньше медиэлектротехнической стали, что очень серьезно снижает их себестоимость. Третье, ну не самое, скажем, не на третьем месте по важности, конечно же, это надежность. Если мы возьмем обычные классические асинхронные электродвигатели, то показатель надежности, так называемый сервис-фактор, будет составлять у тех электродвигателей, у обычных, где-то 1,1,2,1,3. У электродвигателей с совмещенными обмотками этот показатель составляет 2,5, то есть разница в два раза, в два раза эти двигатели надежнее, они могут работать дольше по времени, если какие-то перегрузки тоже хорошо их переживают. Есть другие более тонкие инженерные подробности с ними, вы можете ознакомиться на наших официальных источниках. Я же еще один элемент затрону, это так называемые классы энергоэффективности. Класс энергоэффективности сегодня об этом говорят все больше, потому что это напрямую влияет на жизнь каждого человека, который даже не интересуется никакими ни двигателями, ни инновациями, ничем. Дело в том, что мы все живем на одной планете, и в процессе своей жизнедеятельности человек серьезно вредит той окружающей среде, в которой сам же и живет. Много факторов влияют на это, но один из самых пагубных факторов, это, конечно же, выработка электроэнергии, бесконтрольная выработка, которая, в свою очередь, влечет такие проблемы, как загрязнение воды, почвы, воздуха, изменение климата. Мы постоянно об этом слышим, кто-то всерьез уже давно даже это не воспринимает, на самом деле это очень серьезно. Люди борются с этими вопросами по самым разным направлениям, но если брать именно направление электродвигателей, ну, казалось бы, выход один, нам нужно вырабатывать меньше электричества. Но как мы можем это сделать, если двигателей все больше? Ну, в общем-то, выход, конечно же, он только один, и сегодня в экологии тренд энергосбережения, именно он является тем самым выходом, тренд энергосбережения является одним из самых главных вообще в мире. В общем-то, это ответ на вопрос, как же сделать двигатели такими же производительными, и при этом, чтобы они потребляли меньшее количество электроэнергии. Для того, чтобы оценить вообще, какой двигатель можно отнести к энергосберегающим, была сделана та самая шкала энергоэффективности E1, E2, E3 и E4. Дело в том, что большинство электродвигателей, которые сегодня используются и производятся, имеют классы энергоэффективности E1 и E2. В некоторых странах классы, двигатели такие классы уже даже начинают запрещать. При этом, что самое интересное, технология совмещенных обмоток легко решает эту проблему. Ну, легко лишь условно, потому что, конечно же, на разработку такой технологии ушли долгие годы. Двигатели, которые сегодня проектирует команда Дмитрия Александровича Дуйнова, имеют наивысший класс энергоэффективности E3 и E4, которые способны решить ту самую экологическую проблему, которая сегодня над нами нависла. При этом нужно отметить, что именно та компания, которая сегодня сможет дать рынку наиболее доступные и дешевые асинхронные электродвигатели, она и станет новым лидером на этом рынке. И сегодня, конечно же, вся команда работает именно для того, чтобы именно компания Sovelmash стала лидером на рынке электродвигателей. Потому что другие производители, которые предлагают двигатели тех же классов энергоэффективности, на сегодняшний день иногда до 10 раз дороже, а также больше в габаритах, если мы говорим про ту же мощность. У вас может появиться резонный вопрос. Такая замечательная технология, но чем же все это можно подтвердить? Мои слова. Ну, конечно же, во-первых, за проектом, за технологией стоит огромная научная база. Во-первых, это патенты. На сегодняшний день в распоряжении, скажем так, команды Дмитрия Александровича имеется несколько десятков патентов, которые зарегистрированы. Вы можете их найти на нашем официальном сайте, проверить в зависимых источниках. Второе, это исследования, которые проводились в области технологий совмещенных обмоток и вообще с двигателями, с этой технологией. Проводились эти исследования во многих частях нашей планеты, и в России, и в Европе, и в Азии, при самых разных университетах и правительствах разных стран. Что стоит отметить? Ну, во-первых, все эти исследования подтверждают эффективность технологии. Во-вторых, благодаря тому, что исследования проводились в самых разных местах, это в очередной раз подтверждает независимость и объективность таких исследований. С этим исследованием вы можете ознакомиться, посмотреть все материалы, что было, что стало, каким цифрам пришли. Все это также есть в открытом доступе. При всем при этом, несмотря на все эти достижения, конечно же, нельзя говорить о том, что технология состоялась, если нет какого-то опыта ее практического применения. И именно поэтому компания АСПП, а именно в рамках компании АСПП шла работа над технологией совмещенных обмоток до старта проекта двигателя до иного, запустила направление так называемых лицензионных обмотчиков. Кто это такие? Это физические лица либо компании, которые получили право коммерческого использования технологии совмещенных обмоток. Другими словами, они получили необходимые схемы, они своим клиентам вместо ремонта двигателя обычного предлагали модернизировать их двигатели, используя технологию совмещенных обмоток. Клиенты получали модернизированные двигатели, которые были лучше по характеристикам. Лицензионные обмотчики получали прибыль за такую работу. Часть денег они отдавали в АСПП. Для чего я это рассказываю? Во-первых, важно понимать, что команда Дмитрия Александровича умеет заниматься бизнесом, а не только инновациями. То есть зарабатывать на своих инновациях тоже нужно уметь. Во-вторых, конечно же, в данном контексте для нас очень важно, что вот за эти долгие годы вот эти вот лицензионные обмотчики, которые на сегодняшний день уже более ста по всему миру модернизировали десятки тысяч самых разных асинхронных электродвигателей и они на практике своей работой доказали эффективность этой технологии. В общем-то, как они говорят, нам вообще не важно, что там в исследованиях. Мы перемотали, мы видим эффект, мы видим, что технология работает, и для нас это самое важное, ну и для наших клиентов тоже. В общем-то, опыт применения, он просто очень и очень широкий, но и на этом компания не остановилась. Конечно, для того, чтобы популяризировать саму технологию среди людей, обычных людей, не инженеров, таких, как мы с вами, необходимо было создать какие-то конечные продукты, которые были бы эффективнее, чем то, что делают конкуренты. Ну, допустим, создать электроавтомобиль какой-нибудь, который будет лучше, чем, все говорят, Тесла сделает лучше, чем Тесла. В общем-то, по этому направлению компания и пошла. Что было сделано? Ну, были сделаны самые разные двигатели, и спроектированные с нуля двигатели, и модернизация классических асинхронных двигателей была. Первое, о чем я бы хотел рассказать, это мотор-колесо Дуйнова, как ни странно. В общем-то, мотор-колесо Дуйнова это один из самых популярных двигателей, наверняка многие из вас пришли в этот проект впервые, узнав именно про эту разработку. Нельзя сказать, что она самая важная, что на ней стоит проект, но она действительно самая популярная. Популярность ее заключается в том, что это первый в мире асинхронный электродвигатель, выполненный в виде мотор-колеса. То, что сегодня делают другие компании, вы можете купить это на рынке, это мотор-колеса тоже, но они сделаны на базе совершенно иных технологий, которые имеют сегодня ряд недостатков, в общем-то, эти технологии уже просто уперлись в свой потолок, то есть больше они потребителю предоставить просто неспособны, исходя из самой вот этой технологии. А технология называется BLDC, то есть BLDC электродвигатели. Именно на базе вот таких электрических машин сегодня делается мотор-колеса в основном. В чем здесь проблема? Ну, проблема в первую очередь в сырье. Дело в том, что вот эти электродвигатели, они содержат, BLDC, они содержат постоянные магниты. постоянные магниты в себе содержат редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы, имея, добываясь необходимое количество исключительно в Китае, получается, Китай является монополистом на рынке этого сырья. Конечно же, это из себя включает две проблемы. Во-первых, это высокая цена на это сырье, поскольку Китай повышает цену год за годом, ну, один на рынке, что хочет, то и делает. Во-вторых, Китай не может сегодня уже весь спрос обеспечить, ну, потому что, во-первых, эти материалы используются не только в этих двигателях, во-вторых, он в принципе запретил вывоз этого сырья из своей страны. И сегодня вам, как производителю, допустим, электротранспорта, для того, чтобы получить электродвигатель, вам нужно либо купить готовый электродвигатель в Китае, либо построить на территории Китая завод и там уже, в общем-то, двигатель для себя производить. Никаком отечественном производстве, никаком там локальном производстве, никаких снижениях расходов на логистику и так далее, речь идти не может. То есть мы имеем, во-первых, в итоге высокую цену, во-вторых, полную зависимость от Китая. Ну а сегодня даже вот, как говорится, в эпоху коронавируса мы видим, к чему приводит полная зависимость от одного поставщика, поставщик границы закрыл и вы лишили всего. Поэтому, конечно же, это небезопасно, конечно же, дорого и труднодоступно. Поэтому так много людей, компаний сегодня обращают внимание на разработку Дмитрия Александровича Дуинова. Она лишена этих недостатков. Это, как я уже говорил, асинхронный электродвигатель. Асинхронный электродвигатель, он не состоит ни с каких дорогих компонентов. Основными компонентами здесь являются медь, электротехническая сталь. В итоге мы можем производить его в любых количествах, дешево, в любой точке мира. Ну, в общем-то, как говорится, бери и делай, да? Ну, конечно, не только. Нельзя говорить только про цену, когда мы говорим про двигатель. Есть и другие важные характеристики. Ну, опять-таки, надежность, я в самом начале трансляции сказал, что асинхронные двигатели, они самые популярные в мире именно по той причине, что они самые надежные. Ну, мотор-колесо здесь не исключение. В-третьих, это, конечно же, характеристики. Если мы возьмем два вот с виду одинаковых мотор-колеса, одно будет Билл-Диси, другое мотор-колесо Дуйнова, мы увидим, что имея одинаковый вес и габариты, Билл-Диси электродвигатель будет иметь мощность 2-3 киловатта, мотор-колесо будет иметь мощность до 20 киловатт. И я сейчас говорю только про электровелосипед. Ну, разница с вами можете почитать очень серьезная. Сегодня, на сегодняшний день у нас, получается, разработаны мотор-колеса для велосипедов, да, два. Разработан мотор-колесо для электроскутера, ну, и, конечно же, мотор-колеса для электроавтомобиля. Это тоже очень важно. Несмотря на то, что даже двухколесный транспорт уже может дать достаточно серьезные, скажем так, серьезные доходы, да, на рынке электротранспорта, это байки, электровелосипеды и так далее. Но, когда мы говорим про четырехколесный транспорт, конечно же, этот горизонт использования этого двигателя гораздо шире, еще сильнее расширяется. И я сейчас все это время говорил лишь про один электродвигатель. Команда Дмитрия Александровича за годы своей работы разработала десятки, не знаю, может быть, сотни различных двигателей модернизировала и разработала с нуля. То есть, это лишь просто один из примеров, да, удачных. Конечно же, были сделаны более традиционные двигатели для электроавтомобилей. Это электроавтомобили Renault Twizy, Renault Kangoo. здесь уже не используются мотор-колеса, тут двигатели уже просто обычные электродвигатели, также с совмещенными обмотками «Славянка». И Таврия там была, да, и генератор для КамАЗа делали. Что еще можно вспомнить? Как, забыл еще, какой-то автомобиль какой-то был, тоже название. Ну ладно, в общем, реально, автомобили, электроавтомобили было много, самых разных их делали партнеры Дмитрия Александровича. Дмитрий Александрович самостоятельно своей командой, то есть, поработать было над чем. Были разработки в области общественного транспорта, был сделан двигатель для троллейбуса, который был туда же установлен, и троллейбус стал не только динамичнее, но и экономичнее своего предшественника, то есть, здесь был результат очень-очень серьезный. Также, подобный двигатель был установлен в электровоз, это такой небольшой электропоезд, который возит грузы в шахтах, и, что говорить, до того, как в него такой двигатель был установлен, он тянул пять груженных вагонов. После того, как в него такой двигатель поставили, это уже были 10 вагонов с грузом, мощность выросла очень серьезно. Я могу продолжать это бесконечно, и, конечно же, далеко не только в области электротранспорта были сделаны подобные разработки, это и большое количество общепромышленных двигателей, но, как правило, на презентациях мы о них мало говорим, потому что презентуем проект обычно не инженерам, те, кто хотя бы послушать какой-то более такой инженерный контент, они приходят например на передачу «Экспертное время», где сотрудники «Соволмаш» присутствуют, Дмитрий Александрович Дуйнов, они смогут дать на эти технические вопросы-ответы. Мы здесь говорим просто, чтобы вам было понятно. Когда я говорю общепромышленный двигатель, скорее всего, некоторые не понимают, что это значит. Разработок было действительно очень много. Более того, сегодня, благодаря нашему партнеру вектор Алистову, мы имеем уже и серийное производство модернизированных электродвигателей с совмещенными обмотками. Четыре вида электродвигателя продаются, вы можете их купить, можете купить отдельно, можете купить в составе транспортных средств, ну и можете стать дилерами, продавать эти двигатели на территории России или других стран, поэтому если контакты нужны, пишите, я вам обязательно их предоставлю. Что ж, буквально там минут за 20 я вам рассказал о том, что из себя представляет технология совмещенных обмоток. Конечно же, в действительности работа шла долгие годы, далеко даже не 20 лет. Первая успешная разработка была, то есть, первый успешный запуск двигателя был в 1995 году с совмещенными обмотками. С того момента команда полностью использует свои силы, свои ресурсы, получила необходимые патенты, провела необходимые исследования, разработала электродвигатели, опробовала технологии на практике десятки и сотни раз. В общем-то, на какой-то момент стало понятно, что технология имеет полностью завершенный вид, что она не нуждается в дальнейших модернизациях и что в таком виде ее можно уже коммерциализовать. То есть, ну, в общем, зарабатывать на ней, да, если другими словами. И самое важное, что в тот момент было уже огромное количество потенциальных клиентов, которые приходили к Дмитрию Александровичу и говорили, что они хотели бы получить тот или иной электродвигатель с совмещенными обмотками. И тогда пришло понимание, что для того, чтобы вот эти услуги оказывать по разработке тех или иных электродвигателей, необходимо, ну, банально, необходимо предприятие, которое сможет это сделать, в рамках которого это станет возможным. так и появился проект по созданию инновационного центра «Совылмаш». Это такое предприятие, где команда Дмитрия Александровича сможет разрабатывать самые разные двигатели для самых разных клиентов. Сейчас, чуть позже, об этом более подробно расскажу, как такая работа выглядит. Конечно, для подобного предприятия нужны инвестиции. Сначала инвестиции пробовали привлечь через крупный капитал, но в подобные проекты на начальных стадиях крупные капиталы не входят на каких-то партнерских условиях. Обычно они забирают себе 80-90% компаний, что для Дмитрия Александровича было неприемлемо, поскольку это фактически означает продать компанию, продать технологию и остаться на позиции топ-менеджмента. При этом, несмотря на то, что не получалось договориться на каких-то партнерских условиях, стало заметно, что в интернете стали говорить о технологии совмещенных обмоток и было огромное количество людей, которые поддерживали Дмитрия Александровича и готовы были хоть как-то уже материальные, его поддержать, может быть, пожертвовать какие-то деньги. И, видя такую огромную поддержку от людей, было принято решение привлечь инвестиции через людей. Благодаря такому механизму, как краудинвестинг, который уже широко применяется во всем мире, вы, наверное, видели огромное количество различных проектов и платформ, которые сегодня привлекают таким образом деньги. И было принято решение сделать то же самое, привлечь деньги от неограниченного количества участников, которые хотели бы стать частью проекта двигателя Дуинова. Так и был запущен проект двигателя Дуинова, где абсолютно каждый из вас может проинвестировать пассивную для себя сумму средств, минимальная инвестиция составляет всего лишь 50 долларов, и получить долю в создаваемом предприятии и заработать вместе с компанией. Сейчас я вам расскажу о том, что же конкретно это будет за предприятие, как вы можете на этом заработать, ну и дальше будут ответы на вопросы, так что... А, ну и, конечно, последние новости, ответы на вопросы. Так что можете вопросы свои уже задавать. Так, ну что? Первое, что же такой за инновационный центр и каким бизнесом вы можете, в том кусочке, какого бизнеса вы можете получить? Что такое инновационный центр Sowelmash? Многие думают, что это завод, который будет производить какие-то двигатели в каких-то количествах. Конечно же, это не совсем так. Он будет действительно производить какие-то двигатели, но это будут установочные опытные партии, то есть цели в заработке здесь не стоит. Правильно называть инновационный центр это проектно-техническое технологическое бюро. И в рамках вот такого проектного, такого инновационного центра это именно проектирование и разработка электродвигателей для самых разных клиентов. В общем-то, такая работа, она в принципе ведется и другими компаниями, потому что электродвигатели сегодня нужны, ну как вы понимаете, самым разным людям, самым разным компаниям для самой разной электротранспорта и бытовой техники. но наше преимущество в том, что инновационный центр Sowellmash сможет разрабатывать такие двигатели, используя и применяя для них технологию совмещенных обмоток славянка. В итоге заказчик за те же деньги получает электродвигатель нового поколения, соответственно, обгоняя всех конкурентов на рынке. Если привести банальный пример, как это может выглядеть. Ну, допустим, производителю электроавтомобилей потребовался какой-то электродвигатель. Он приходит в компанию Sowellmash в инновационный центр и говорит, мне для моего электроавтомобиля, для, ну, конкретно для этого, да, мне нужен электродвигатель, который будет обладать определенными характеристиками, будет обладать определенной массой, ну, в общем-то, и передает все вот эти технические данные, которые ему нужны. Техническое задание это называется. В общем-то, Sowellmash разрабатывает для него такой двигатель и передает документацию заказчику. После этого, получив документацию на этот двигатель, заказчик уже сам в необходимых ему количествах производит эти электродвигатели у себя, там, на предприятии, допустим, либо на мощностях своих партнеров. Все, двигатель получается, по сути, в его распоряжении. Вот это уже и выглядит, в принципе, разработка электродвигателя. Таких разработок Sowellmash сможет делать от одной до трех где-то. Опять-таки, это зависит от сложности, от объема работ, от каких-то дополнительных требований. Все это, каждый заказ, он индивидуален. Если говорить про доходы такого предприятия вероятные, то разработка одного двигателя где-то в среднем составляет до 50 миллионов долларов за одну разработку и маржинальность в этом бизнесе до 70%. То есть, это достаточно высокий уровень. Это говорит о том, что таким бизнесом не просто, не только выгодно в принципе заниматься, да, им заниматься и в принципе могут и так, и большое количество людей, потому что бизнес, конечно же, интеллектуальный и достаточно сложный. Но здесь можно участвовать, здесь можно участвовать с точки зрения инвестиций, чтобы быть совладельцем подобного инновационного предприятия, которое разрабатывает двигатели нового поколения для самых разных направлений. Давайте поговорим о том, как вы можете принять в этом участие, что значит именно краудинвестинг, да, и то, что вы получаете долю в предприятии. Давайте с самого начала еще раз я это расскажу. В общем-то, инвестиции для реализации этого проекта и в том числе для строительства инновационного центра Совэлмаш привлекаются методом краудинвестинга. Метод краудинвестинга это метод народного финансирования, когда деньги привлекаются не от одного крупного инвестора, а от неограниченного количества малых и средних инвесторов. Каждый из вас может принять участие в этом проекте, проинвестировать пассивную для себя сумму средств, минимальная инвестиция, как я уже говорил, от 50 долларов и получить долю в этом создаваемом бизнесе. Если говорить юридически, то на сегодняшний момент вы получаете доли, инвестиционные доли, которые закрепляются в сети взаимоотношения договором инвестиционным, который вы можете получить как в электронном, так и в бумажном виде, а также вы получаете сертификат, в котором указано, какое количество долей принадлежит именно вам. Что будет дальше, то есть как на этих долях вообще заработать. После того, как проект завершит финансирование, когда вся необходимая сумма будет привлечена, свои доли вы сможете обменять на акции компании Sowellmash, то самое инновационного центра. Что делать с акциями, я думаю, вам уже понятнее. В общем-то, инвестиции в акции это один из самых распространенных способов инвестиций во всем мире и в акциях есть два способа заработать. Первый это продать свою долю дороже, второе это получать дивиденды на свою долю, такой вот пассивный доход. Давайте для начала разберем первый способ именно возможность продажи своей доли дороже, как это выглядит и вообще за счет чего это происходит. Первое, дело в том, что сегодня вы покупаете долю в компании гораздо дешевле ее потенциальной рыночной стоимости. То есть сегодня вы покупаете долю в компании со скидкой, с дисконтом. и это можно сравнить когда вот вы инвестируете в стартап, то есть вы инвестируете в начинающую компанию, вы покупаете долю, которая сегодня стоит дешево и потом имеете возможность продать ее гораздо дороже. Мы же уже сразу понимая риски, которые несут инвесторы, для того, чтобы инвесторам это было интересно, продаем эти доли уже сразу со скидкой, чтобы компенсировать ваш риск. Как именно производит покупка? Здесь тоже очень важный момент, доли у нас продаются не по штучной, не по одной штуке, они продаются так называемыми инвестиционными пакетами, то есть оптом, такими инвестиционными пакетами. Каждый инвестиционный пакет имеет разное количество долей, ну и соответственно стоит каждый пакет по-разному. Допустим, для примера, пакет на 2000 долларов допустим имеет 100 тысяч долей, то есть вы платите 2000 долларов, получаете 100 тысяч долей компании. Что нужно понимать тоже? Вот этот пакет на 2000 долларов имеет разное количество долей, в зависимости от того, на какой стадии финансирования находится проект. Сегодня мы находимся на 14-м этапе финансирования. Всего проект будет иметь 20 этапов финансирования. Ну и как вы понимаете, на каждом этапе условия инвестирования разные. Другими словами, пакет стоимостью 2000 долларов на каждом этапе имеет разное количество долей. То есть если допустим на первом этапе вы заплатив 2000 долларов получали 200 тысяч долей, то сегодня на 14-м этапе инвестируя вы получаете за те же 2000 долларов уже 100 тысяч долей. Ну то есть казалось бы менее выгодно, но по сути так оно и есть. То есть те, кто рисковали больше на первом этапе инвестируя, когда еще ничего не было, они получили самые выгодные условия. Сегодня на 14-м этапе они менее выгодны конечно чем на первом, втором, третьем, на десятом, но они гораздо более выгодны чем в 15-м, 16-м, 17-м и так далее. То есть с другой стороны на 14-м этапе гораздо меньше рисков и сегодня когда мы уже даже разрешение на строительство получили, ну все более подробно я это расскажу. Конечно же проект находится совершенно в иной стадии и несмотря на то, что он остается на сегодняшний момент очень сильно инвестиционно привлекательным, условия до сих пор остаются очень интересными, рисков гораздо меньше. Самое интересное, что вы можете вот эти пакеты, ну допустим на те же 2000 долларов приобретать не единоразовым платежом, то есть не обязательно платить сразу 2000 долларов, вы можете оплачивать свой пакет инвестиционный в рассрочку, платя допустим по 100 долларов в месяц на протяжении 20 месяцев. В итоге вы получаете пакет на 2000 долларов, самое здесь интересное, что условия у вас закрепляются именно те по тому инвестиционному этапу, по которому вы начали свою рассрочку платить. Поэтому конечно самая выгодная инвестиция в проект это именно в тот момент, когда вы о нем узнали, потому что если вы узнали на 14 и планируете проинвестировать, конечно же нужно инвестировать на 14, потому что на 15 условие будет хуже. Ну и говорю, если нет всей суммы сразу, чтобы купить тот инвестиционный пакет, который вам понравился, вы можете взять его в рассрочку и выплачивать весь пакет частями. Так делают 80% наших участников, очень хорошая удобная схема инвестирования, поэтому пользуйтесь, друзья, изучайте, более подробные условия вы всегда можете найти в кабинете либо спросить у меня, я вам также более подробно расскажу. Мы видим то, да, конечно, в общем-то, как, что делать дальше, в общем-то, сегодня, как вы поняли, вы покупаете доли компании со скидкой, после того, как финансирование будет завершено, вы получите уже акции компании Sowelmash, Sowelmash планирует провести так называемое IPO, в рамках этого IPO у вас будет возможность продать свои акции на рынке и, в общем-то, заработать, это, как я уже сказал, такой спекулятивный доход, когда вы покупаете дешево, продаете дорого, в принципе, это хорошая стратегия, которая имеет право на жизнь. Те, кто хотят получать доход постоянно, могут оставлять свои акции у себя, это ваша частная собственность, конечно, никто вас не заставит никогда их продать, это вы делаете с ними то, что считаете нужным. И, если вы свои акции не продадите, то вы останетесь совладельцем компании, ну, и, как совладелец и как акционер, вы имеете право на часть дивидендов, которые будут распределяться на всех акционеров, 50% всей той будущей прибыли, что будет распределяться на дивиденды, будет распределяться между всеми инвесторами. То есть, это достаточно хороший ощутимый доход, который, в общем-то, может дать постоянный такой денежный поток. Двиденды планируется распределяться раз в год, поэтому тоже очень интересная схема. Может быть, конечно, не так много будет, как если вы продали бы всю свою долю сразу на IPO, но постоянно ежегодно получать прибыль тоже очень-очень правильно. Тут каждый инвестор решает сам. Сегодня мы видим то, что действительно очень много людей на это предложение откликаются. Сегодня мы имеем огромное количество представительств. Я уже сейчас забываю, сколько у нас сегодня официальных представительств. По-моему, уже даже 14. Сейчас у нас будет в скором времени в Индонезии открываться, еще и в Африке 2. В общем-то, эта работа идет, и более подробно завтра мы об этом поговорим о нашем онлайн-трансляции от компании Solar Group с новостями и всем прочим. Более подробно чуть попозже расскажу. Сегодня наши участники нашего проекта, то есть у нас больше 250 тысяч по всему миру, мы находимся, наши участники и регистрации мы имеем из 197 стран, в общем-то, что тоже очень большой показатель. Ну и благодаря тем инвестициям, которые в проект уже пришли, компании удалось реализовать очень много первых целей. Главная цель, она реализована, это, конечно же, реализация первых мощностей на арендных площадях, это лаборатория, это опытный участок, это литейный участок, намоточный цех, то есть это то оборудование, которое сегодня располагается, скажем так, у компании Sowelmash, и сотрудники компании Sowelmash ежедневно проводят огромное количество работы, это и разработка новых двигателей, и выпуск различных установочных опытных партий тех самых двигателей и тестирования двигателей, сравнение наших двигателей с двигателями конкурентов. В общем-то, вся эта работа идет, конечно же, переговоры с заказчиками постоянные продолжаются, потому что сейчас цель набрать вот этих вот клиентов, для того, чтобы как только предприятие будет запущено, сразу можно было начать работать с заказчиками, не начать их искать, то есть, конечно, они ищутся уже сейчас, и в этом проделана огромная положительная работа. Получаются новые патенты, разрабатываются, в том числе и собственный контроллер, то есть, работа идет очень-очень много, и, несмотря на все это, на все эти успехи, мы не забываем про главную цель, конечно же, строительство инновационного центра Sowellmash, здесь мы также очень серьезно продвинулись, строится наш инновационный центр, будет не в случайном месте, он будет располагаться на территории государственной особой экономической зоны Технополис Москва, это такой участок, который, такие там как пространство, территория, которые организует наше правительство, для того, чтобы подобные инновационные компании, такие как наши, могли развиваться, строить свои предприятия, ну и, в общем-то, развивать экономику страны, и мы сразу решили строить именно территории одной из таких особых экономических зон, в общем-то, мы подали заявку, прошли все необходимые комиссии, всякие надзорные органы и так далее, и, в общем-то, в итоге, в 2019 году мы официально стали резидентами особой экономической зоны Технополис Москва. Для чего нам это было нужно? Ну, во-первых, это, конечно, бесплатная земля для строительства нашего предприятия, второе, это очень большие налоговые льготы, которые мы получили, и те деньги, что ты не отдал в налоги, ну, можно сказать, что ты заработал больше прибыли, и, конечно, нам будет проще стартовать свой бизнес. В-третьих, это коммуникации, которые мы можем использовать, и всю инфраструктуру, это и дороги, и железнодорожные пути, линии электропередач, все это нам предоставлено в пользование. Кадры. Технополис Москва сотрудничает с ведущими вузами страны, это позволит нанимать на работу самых лучших специалистов, что, конечно же, всем инновационным предприятиям необходимо, которые являются резидентами этой особой экономической зоны, ну, и, конечно, мы также будем этим пользоваться. После того, как мы стали резидентами, мы проделали огромную работу, это и выбор генерального подрядчика, и первые подготовительные работы по строительству, такие как установка паспорта, объекты, проведение различных археологических и гидроразведок, но перед тем, как приступить к саму строительству, нам нужно было еще преодолеть ряд таких барьеров, я говорю сейчас про уже прохождение комиссии различных проверяющих органов уже самого предприятия, самого здания, то есть, если в первый раз проверяли проект сам на жизнеспособность, то здесь уже проверяли само здание, само предприятие, и мы прошли и государственную экспертизу, Роспотребнадзор, все эти экспертизы были успешно пройдены, последняя, вот после того, как ты проходишь все эти экспертизы, ты должен получить официальное разрешение на строительство, и, друзья, я вас хочу поздравить, 15 октября 2020 года, буквально несколько дней назад, мы официально получили разрешение на строительство нашего инновационного центра, это значит, что совсем скоро мы уже сможем приступить к первым строительным работам, ну, конечно, очень интересная трансляция, завтра мы будем, в общем, завтра прямая трансляция от компании Solar Group, я думаю, вы помните, по среду мы проводим, и завтра у нас очень интересный гость, доктор Лу Тао, я думаю, вы помните, кто это такой, доктор Лу Тао выступал на нашей конференции во Вьетнаме, в общем-то, это человек, который сегодня очень плотно работает с Виктором Арестовым, и сегодня как раз-таки, кто смотрел вебинар с Виктором Арестовым, помните, что он рассказывал про проект электроавтомобилей с солнечными панелями, как раз-таки доктор Лу Тао отвечает именно за эти солнечные панели, и как раз-таки Виктор, вместе с Виктором Арестовым они делают этот проект и еще некоторые другие. Он придет в наш вебинар, расскажет о себе, расскажет, почему вот он для своих проектов выбирает именно двигатели с совмещенными обмотками, поговорим и про технологию, про проекты, которые они сейчас с Виктором ведут, ну и об их планах. Ну, конечно, самое интересное, что у вас будет возможность задать ему вопрос, вы можете писать его в чате завтра, и вы обязательно получите на него ответ. То есть, человек действительно очень интересный, очень умный, и я думаю, вам будет, что у него спросить, и по ходу уже вебинара, когда он на себя расскажет более подробно и так далее, вы уже подумайте, что вы хотите у него спросить. Говорить им будет на английском языке, у нас будет переводчик, в общем-то, с пониманием, я думаю, проблем никаких не будет. Сама трансляция начнется в 17 часов, в 17, да, снова мы так проводим, поскольку у доктора Лутау плюс 5 часов, в другом число поясе он находится, поэтому, друзья, в 17 часов приходите, завтра будет очень интересная трансляция. Это первое. Второе, обратите, надеюсь, вы внимание на наше спецпредложение, которое вышло прямо именно сегодня. Спецпредложение касается возможности восстановить свою рассрочку. Если вы когда-то платили свою рассрочку, она у вас отменилась, потому что вы ее не заплатили вовремя, сейчас вы можете восстановить ее на льготных условиях, просто, в общем-то, заплатив один платеж и рассрочка у вас восстановится, независимо от того, какое количество месяцев у вас была задолженность. График платежа сдвинется, и вы сможете продолжить платить рассрочку согласно новому графику. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Я не исключаю, что это вообще последняя подобная акция, которая у нас проводится. И мы понимаем, что сейчас в момент пандемии у многих могли быть проблемы с работой, с доходами. Сейчас многие вообще компании идут и государства на различные, скажем так, снижение ставок процентов по кредитам и разные реструктуризации. Мы тоже здесь навстречу вам идем. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Возможно, такой акции у нас уже никогда не будет. И это для вас последняя возможность восстановить свою рассрочку, особенно если вы начинали оплатить на каком-то выгодном этапе. Обязательно обратите на это внимание. До конца 14 этапа такая возможность у вас есть. Я знаю, сейчас будут вопросы, когда же закончится 14 этап. Пока что я вам не скажу. может быть, скажу завтра. Может быть. Такая затравочка, да. Но это еще не точно. Поэтому если получится, завтра, может быть, смогу вам объявить. В общем-то, помните про это, пользуйтесь. И это действительно очень-очень выгодно. Ну и также, конечно, не забывайте про то, что пока вы платите рассрочку, вы можете взять еще один пакет по тому же дисконту. В личном кабинете у вас должно было выйти оповещение об этой возможности. Если вы только закончили платить пакет, то соответственно также у вас есть возможность взять следующий пакет на тех же условиях, что вы платили первый по тому же дисконту. В общем, друзья, все для вас, все для того, чтобы вы могли сделать свою инвестицию наиболее выгодной. Конечно же, это и проекту тоже нужно, без сомнений. Вы видели, что сейчас нам выдали разрешение на строительство. Это действительно знаковое событие. Это финальный такой, наверное, даже аккорд в этих бюрократических всяких барьерах, которые мы проходили. Теперь мы официально можем приступать к строительным работам. Я вас с этим поздравляю. Это действительно очень важно. И, конечно, вы должны понимать, что для... Вот сейчас нам нельзя допускать никаких вот этих просрочек. Я имею в виду со стороны совалмаш. То есть, нужно закупать стройматериалы, нужно платить подрядчикам. Многие авансы уже проплачены, и мы не можем сейчас уже сдать назад, как говорится, там, или поднакопить денег, останавливаясь строительной работы или затягивать. Мы должны быстро в срок все строить, а для этого мы должны быстро в срок платить нашим подрядчикам, которые будут заниматься строительством. От вас это, конечно же, зависит, потому что вы платите рассрочки, вы имеете возможность приобретать новые инвестиционные пакеты, и от вашей дисциплины в том числе зависит то, как мы будем, как совалмаш будет оплачивать все необходимые работы. Так что помните, друзья, мы здесь все собрались именно для цели по строительству инновационного центра, с целью коммерциализации технологий совмещенных обмоток. Конечно, на нас, на всех сейчас груз ответственности еще выше, несмотря на то, что, как казалось, все, проект уже на финишной прямой. Поэтому не забывайте про рассрочки, платите рассрочки, рассказывайте друзьям об этом проекте, поскольку действительно рисков уже совсем немного, но при этом условия остаются очень и очень интересные. Фух, ну, надеюсь, все понятно. Так, ну что, я перейду к вопросам. Вопросов, наверное, будет немного, потому что они остались на прошлой трансляции, но если есть возможность у кого-то, перекиньте, пожалуйста, вопрос оттуда. Так, когда смена этапа? Я как раз таки сказал, что смена этапа действительно скоро, скоро будет объявлена эта дата. Я, кстати, не пойму, почему некоторым кажется, что это какой-то длинный этап, на самом деле он длится, сколько, получать, два с половиной месяца, то есть, это не так уж и долго, у нас были этапы, которые длились и по четыре месяца, даже, по-моему, дольше, поэтому все в рамках, как говорится, нормы. А конкретную дату мы совсем скоро уже вам объявим. Еще хотелось в прошлый раз цифры озвучить, но и про смену этапа. По цифрам мы пробежимся завтра, сразу скажу, что там не все цифры далеко будут озвучены, но различные статистические данные мы завтра с вами посмотрим, о том, как мы развивались, куда мы шли, что мы имеем сейчас, посмотрим на различные интересные цифры. Выплата дивидендов будет только после акционирования с Овел Маши или может быть и до этого? Александр, ну, насколько мне известно, именно когда уже будет акционирование, потому что предполагается, что до того момента пока еще, то есть, акционирование будет после того, как финансирование будет завершено. Ну, здесь вряд ли СОВЛ Маши получит какую-то прибыль, пока инновационный центр не достроен, пока еще финансирование продолжается, понимаете, то есть, такие взаимоисключающие немножко моменты. Когда инновационный центр будет достроен и предприятие начнет получать прибыль, в тот момент уже произойдет акционирование. Поэтому, вероятнее всего, дай мне в момент акционирования, если, ну, я думаю, сроки, наверное, будут обновлены, потому что разрешение на строительство мы в итоге получили только 15 октября, хотя должны были еще в июле, да, в июле-августе его получить. Поэтому, возможно, строительные работы будут сдвинуты, но, так или иначе, в 2021 году, я надеюсь, что в первой половине мы все же успеем достроиться, запуститься, так как и планировали, поэтому, в принципе, до дивидендов не так уж и долго осталось. Так, сколько денег собрали, когда планируется завершить, собирать деньги для проекта, когда планируется внутренняя биржа? Ну, по цифрам я уже сказал, внутренняя биржа, ответ, он всегда будет здесь один, это только после завершения финансирования, до момента, когда будет завершиться сбор денег, мы узнаем совсем скоро, когда будет подготовлен итоговая смета. То есть, Дмитрий Александрович об этом тоже говорил, здесь я что-то новое сказать, к сожалению, не смогу. У меня до сих пор кризис с выплатами. Вот, Марат, именно поэтому, в том числе для вас, вот это, скажем так, амнистия, такая возможность льготного восстановления расстрочки, она присутствует. Если у вас есть проблема с кризис, кризисная такая, проблема с доходами и с выплатами на фоне коронавируса, вы можете обратиться в техническую поддержку, я думаю, решение они вам предоставят. После окончания проекта дивиденды от долей, и как будут выплачиваться по месячному, по квартальному или по окончанию года. Спасибо, я новичок. Валентина, будут дивиденды выплачивать ежегодно, как и в большинстве акционерных обществ, это наиболее грамотно с точки зрения финансов, потому что, чтобы выплатить дивиденды, нужно провести огромный ряд работ, это нужно заплатить различным людям, но, в общем-то, чтобы постоянно это не делать, ежегодно, нормальная практика, стандартная для выплаты дивидендов. Курс доллара Solar Group будет замораживаться для инвесторов? Виктор, мы об этом часто думаем, но на сегодняшний момент мы не получаем каких-то просьб на этот счет, и мы не видим, чтобы сильно снижалась активность по выплатам рассрочек в русском сегменте, скажем так, наших инвесторов, то есть, все платят вовремя, проблем ни у кого, казалось бы, нет, никто не пишет с просьбами это сделать, поэтому пока что мы это отложили, будет или нет, время покажет. Какая стартовая цена долей на внутренней бирже, какая фиксированная цена будет? Ну, смотрите, стартовая цена, нет такого понятия, то есть, здесь биржа как устроена? Одни продают, другие покупают. Цена будет такая, по какой одни будут готовы продать, другие будут готовы купить. Ну, понимаете, вот как определяется цена на картошку на рынке? Вот приходит человек и думает, так, поставлю картошку, там, не знаю, по 50 рублей килограмм. Почему по 50? Почему не по 60? Почему не по 40? Вот у некоторых есть неправильное понимание экономики, то есть, некоторые думают, что цена таким образом формируется. То есть, так, я затратил, да, на то, чтобы вырастить картошку 30 рублей, я хочу заработать с каждой картошки 20 рублей, и того цена 50 рублей. На самом деле, цена не так формируется. Не важно, какая себестоимость, да, в данном случае. То есть, клиенту не важно, ну, вот я прихожу картошку купить, какая мне разница, сколько тебе стоило ее вырастить, да? Ну, конечно, да, ну, понятно, что если у меня себестоимость, там в два раза ниже, чем у кого-то, я могу поставить себе более низкую цену, да? тогда все поставят эту более низкую цену, иначе или уйдут с рынка, ну, другого варианта нет. Просто, я бы заработал, когда, скажем так, совпадают мнения о цене у покупателей и продавцов. То есть, когда продавец готов продавать по такой цене, то есть, это минимальная цена, по которой он готов продать, ну, потому что он хочет дороже продать всегда, да? То есть, приходит и говорит, ну, по 50 рублей готов, да, продать, в принципе, ну, по 50 готов, хорошо. А покупатель говорит, а я по 50 готов купить, по 55 уже не куплю. И вот, как бы, условно говоря, вот так вот идет состыковка. И там, где вот это, спрос и предложение, да, и мнение о цене сходятся, так и формируется цена. Потому что, если я пришел и увидел картошку по 60 рублей, да, я уже думаю, ну, дорого, ну, что-то не буду, наверное, покупать, да, ну, или куплю на другом рынке. Ну, вы же, как продавец, это понимаете, что, ну, по 60 он не купит. Вы думаете, ну, по 50 купит, я прихожу, по 50 покупаю. Вот, то есть, и на самом деле нет разницы, какой именно товар вы продаете и покупаете. Цена формируется всегда одинаково. Понимаете? Кто-то говорит, что у него за акциями что-то стоит, какая-то ценность компании, и да, и нет. Это все в головах у людей. Акции компании Apple стоят, там, компания Apple капитализации больше 2 триллионов долларов. Не потому, что у Apple активов на 2 триллиона долларов. У Apple активов, ну, например, наличных денег, например, у Apple, по-моему, 150 миллиардов. Ну, сколько? Получить 7 процентов, да? Понятно, что у них еще и здание, то, сё, ну, не 2 триллиона. Но, в итоге устанавливают цену. В итоге, на любой бирже цена формируется абсолютно так же. Вот, вы придете, вот вы сами себе задаете вопрос, а по какой цене вы минимально, то есть, готовы продать? То есть, вы говорите, ну, там, не знаю, одну долю за 1 доллар готов, а вот там за 0,5 копеек, там, за 50 центов не готов, не продам. А другие придут и скажут, так, ну, за 1 доллар я не куплю на бирже, а там за 0,9 куплю. А вы говорите, ну, а я за 0,9 в принципе продам. И вот такая цена и получится. Понимаете? То есть, это рыночная ситуация. Как сформируется цена, будет зависеть от твоей денег на внутренней бирже и ни от чего больше. Поэтому, что касается минимальной цены, то пока, конечно, это тоже, сказать, очень и очень проблематично. Ну, ладно, друзья, я думаю, что, в принципе, вопросов, если нет, то на сегодня будем заканчивать. Ох, будем разбираться мы с трансляциями, почему они у нас выпадают. Ну, надеюсь, починим. Еще раз всех вас приглашаю на завтрашнюю трансляцию в 17 часов по московскому времени. Доктор Лутау, наш гость, расскажет о проектах, которые он делает вместе с Виктором Арестовым, используя его солнечные батареи и наши, то есть, выбрал именно нашу технологию, ну и не только. Так что, приходите, задавайте свои вопросы и обязательно пользуйтесь той амнистией, той возможностью льготно восстановить свою рассрочку. Новость вышла буквально за один час до вебинара, обязательно зайдите в счет новости, почитайте ее, расскажите друзьям, если даже вам самим пока это не актуально. На этом у меня все, всем спасибо, увидимся завтра, ссылка будет в новостях. Продолжение следует...